Всем привет! В эфире Этнографика, меня зовут Виталий Штыбин и сегодня мы продолжаем серию выпусков под названием Черноморский фронтир, где поговорим об истории возникновения поселков Черноморского побережья, о том какие были черкесские поселки убыхские и абазинские до выселения их в конце Кавказской войны и как на их месте появились вот эти новые поселки и какова их история и этнический их состав. В новом таком формате для нас мы начинаем и будем продолжать дальше в этом формате снимать на новом месте Сегодня наш путник пробрался вверх по реке Сочи. В прошлый раз мы говорили о городе Сочи, теперь поговорим о верховьях реки Сочи. Мы упоминали уже о том, что должны сказать о топонимике Сочи, то есть о самом названии, откуда оно пошло. Ну собственно здесь ничего сложного нет. Сочи это немножко искаженное название общины убыхов, которые проживали вдоль этой реки и которая называлась Соча. Отсюда и в искаженном очень сильно в русском языке появилось слово Сочи. Ну собственно по реке. В 13-16 километров от берега по обоим сторонам реки Сочи до Кавказской войны до ее окончания находился крупный убыхский аул. Назывался он Мутыхуасуа и в этом ауле находились, находилось главное родовое гнездо крупнейшей убыхской фамилии Берзеков. То есть по сути центр такой политически убыхских земель. Как и все аулы в то время на побережье он не представлял собой какого-то компактного поселения, то есть это были фамильные имения такие родовые, которые распределялись на много километров вдоль долины всей и вверх горам и в стороны на восток и запад. На восток, например, до речки Псахо находил этот условный аул. Ниже по течению Сочи предположительно находилось священное дерево этого аула, под которым убыхские вожди собирались в конце Кавказской войны и было принято ими решение всем народом уйти в Османскую империю. Когда-то на том месте, где стоял этот тополь, река Сочи входила в узкое такое ущелье, ограниченное скалами, и поэтому это местечко называлось Первые ворота. Оно и сейчас называется Первые ворота, хотя скал уже нет, они просто были использованы при постройке города. С 1866 по 1874 годы на месте бывшего убыхского аула находилась стрелковая рота 2-го Кавказского батальона. Их штаб находился еще выше по течению реки Сочи и от них пошло название будущего поселения на этом месте, которое по сей день называется Пластункой, потому что в этом батальоне служили казаки-пластуны. То есть это такой род казачьих войск, пеших, который воевал на кордонах и часто они как бы устраивали засады, выступали всякими разведчиками, то есть через плавни проходили, отсюда и пластуны. После расформирования солдатского батальона в 1874 году солдаты отсюда ушли и спустя семь лет на место заброшенного вот этого аула и бывшего форпоста пришли грузины, грузинские жители, в частности это эмеретинцы или чхунцы из Кутаисской губернии, которые осели в этих местах. Постепенно к ним присоединились их родственники из Мегрелии, Мегрелы, собственно грузины и Мегрелы, и в своем месте они образовали вот этот новый поселок Пластунка, который и по сей день считается грузинским, поскольку не менее половины его населения составляют грузин. В Пластунке проживают также сегодня жители бывшего селения Ажек, которое до 1976 года находилось еще выше по течению реки Сочи, там где в нее впадает речка Ажек. Сегодня в этом месте бывшего поселка находится такое популярное туристическое место с водопадами, там сегодня находится экопарк. До 1864 года там находилось тоже довольно густое бубыкское население проживало, и они оставили после себя достаточно богатые сады, которые видны и сегодня, фруктовые сады. Несколько лет после Кавказской войны на месте Ажека находился также одно из подразделений 2-го батальона, который позже перевели в 1869 году в Даганес. А на месте заброшенного улича посреди вот этих садов в 1897 году появился запланированный властями переселенческий поселок, куда заселилось несколько десятков семей из центральной России и современных восточных частей Украины. Позже их вселили просто в советское позднее время уже в пластунку при укреплении этих земель. И также по реке Сочи еще выше, до 1966 года находилось селение Олег, названное так по одноименному хребту, проходящему около селения. Собственно, этот поселочек был затерян между первыми и вторыми воротами вот этими условными реки Сочи, то есть ущельями. Как раз здесь до 1874 года находился штаб 2-го батальона, которого мы уже упоминали линейного. Позже, в 1774 году солдаты, как мы уже знаем, ушли и в 1897 году здесь также образовали переселенческий поселок, примерно с тем же составом населения, что и в селении Ажек. Плюс несколько грузинских семей также сюда присоединились, к этому поселку. И совсем уж в дальних горах, примерно 22-25 километров выше по течению реки Сочи, совсем недолгий период, с 1897 по 23 годы находилось маленькое село Ореховая Поляна. И там находился рядом водопад. Именовался этот водопад, как и село Ореховой Рощи, благодаря вот этой самой Ореховой Рощи, находившейся в этих местах, оставленной прежними жителями. Иногда его называли также еще Мельничным водопадом. Поговаривают, что просто осталась старая мельница в Убыхской на этих местах, которые еще и использовали новые поселенцы, которые ее восстановили. Собственно, поселенцы по этническому составу были те же, что и в Ажеке, и в Алике, то есть русские и малоросы. По Сочи можно только добавить лишь то, что эта долина была явно более густонаселенной во времена до кончания Кавказской войны, чем даже сегодня. Сегодня все сосредоточено практически на побережье в самом большом Сочи. Дальше в следующем выпуске наш путник отправится на запад в сторону Лазаревского, Туапсе. Еще поговорим о Дагомысе. На этом все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видео на этом канале. И напоминаю, что осталось примерно 30 штук книг «Танцы, горы и каштановый мед» о культуре адыгов и истории Северо-Западного Кавказа в твердой обложке. Больше уже тиража такого не будет, поэтому успейте заказать, пока он еще есть, с личной подписью автора. Ну и все, до новых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok